С вами актуальное интервью, меня зовут Павел Танин и сегодня у нас в гостях глава Мирненского района Решат Юзмухаметов, Решат Нургалевич. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Тема сегодняшнего обсуждения. В эти дни проходит Совет Органов Местного Самоуправления. Расскажите, пожалуйста, какой теме посвящен в этом году Совет, что обсуждается, какие вопросы на повестке? Ну, Совет глав муниципальных образований районов и городских округов при главе республики проходится ежеквартально. Он не ограничивается только одним заседанием Совета при главе республики. Вот, например, в эти дни, а многие главы уже прибыли в город Якутск, хотя Совет будет только еще завтра-послезавтра работать, значит, прошли уже, сегодня прошло правление Совета муниципальных образований республики Саха-Якутия, где было принято решение о том, что 19 января состоится седьмой внеочередной съезд муниципальных образований. А накануне, значит, состоится традиционная январьская встреча главы республики со всеми главами муниципальных образований республики. Также вот сегодня направление рассматривался, ну, один из важнейших вопросов на ближайшую перспективу, это подготовка к проведению выборов 18 марта следующего года, выборов президента Российской Федерации. Кроме того, я как глава Мирненского района вчера принимал участие и читал в сопроделанной работе на комиссии по антикоррупционной деятельности, которая создана при главе республики, там рассматривался вопрос в том числе, какая работа проводится в нашем муниципальном образовании по этому направлению. Будет еще совещание по подготовке к зиме, по открытию зимников, по завозу грузов, то есть на самом деле до совета очень много будет. Ну, а три вопроса, которые будут рассматриваться на совете, один из них самый главный, это воплощение в жизнь, в содействие занятости, которым объявил Егор Афанасьевич в следующий 2018 год. Вот, можно сказать, ну, упомянули выборы, то есть выборы следующего года, выборы президента России, и как бы что-то уже обсуждено, какие-то планы есть на это событие грандиозное? Нет, пока еще самая главная перед нами задача стоит организовать территориальные участковые избирательные комиссии, подготовить помещения, чтобы они были оборудованы всем необходимым, чтобы все были, значит, укомплектованы участковые избирательные комиссии, ну и начать оповещение населения. Пока ставится на вот этот первый этап, вот эта задача. Хорошо, вернемся к совету МСУ, ваше прибытие в Якутию, какие темы и вопросы вы будете ставить перед правительством Якутии? Ну, в настоящее в конце года всегда две проблемы у всех муниципальных образований. Это завершение финансирования уходящего года, у нас есть вопросы по финансированию обязанностей субъекта, то есть республики Саха-Якутия, это в области образования, заработная плата учителей, те субвенции, которые мы должны получить именно на общее образование. Ну, а самый главный вопрос, который мы сегодня решаем, это принято решение о начале строительства за счет бюджета муниципального образования Мирненский район новой школы на 275 мест в поселке Алмазном. Ну, а сейчас мы, как бы самое главное, нам заключить соглашение с правительством о дальнейшем возмещении этих затрат из федерального бюджета в 2019-2020 годах. Ну, вот раз сказали про строительство школы, я думаю, стоит упомянуть и вот перевод сейчас по всей России до 2025 года, если не ошибаюсь, должны перейти на односменное обучение. Годом могу ошибиться, как в Мирненском районе с этим сейчас ситуация? Ну, в Мирненском районе ситуация довольно сложная. У нас второй по численности школьников район после городского округа Якутск. Количество школьников у нас растет. Если вот в июне этого года мы выпустили 452 выпускника, то в первый класс приняли более 1200 первоклассников, то есть три раза больше. Количество школьников у нас растет стремительно. Если говорить в общем, то последние три года вообще район Мирненский молодеет каждый год на один год. В этом году у него средний возраст 33 года. Количество школьников растет. Каждый пятый, каждый седьмой житель Мирненского района школьник, каждый пятый моложе 18 лет. Поэтому проблема есть. Есть она, конечно, только в наших трех крупных населенных пунктах. Это в Удачном, Айхале и в Мирном. Растет количество учащихся в среднем звене. Если в других поселениях Мирненского района такой проблемы нет, то по городу Мирному она остается актуальной. И есть в дорожной карте по ликвидации второй смены. У нас, конечно, необходимо построить новую школу на 1200 мест в городе Мирном. Хорошо. Но стоит поговорить, наверное, и о уходящем. Полторы недели осталось до Нового года. И вот Новый год с чем будет встречать Мирненский район? Ну, у нас на следующей неделе два таких больших приятных события. Во-первых, в понедельник 25 декабря мы открываем в городе Мирном микрорайоне Заречный новый детский сад на 270 мест, который нам позволит дорешить проблему, чтобы все дети старше трех лет и даже младше посещали детские дошкольные учреждения. Этот садик построен за счет средств муниципального образования и средств федерального бюджета, которые были выделены нам через республику два года назад. А в среду, 28 декабря, мы открываем новый детский садик на 50 мест в самом нашем далеком селе, селе Тосюрях. Деньги на строительство этих школ, этого детского садика в рамках государственного частного муниципального партнерства были выделены акционерные компании «Алроса» 40 миллионов и 5 миллионов рублей. Другим нашим крупным недропользователям ООО «Тосюрях нефтегазодобыча» дочерним предприятиям «Роснефти». Ну а если говорить о других приятных событиях уходящего года, которые бы я хотел отметить, это у нас в прошлом году активно стартовал проект «Активный гражданин Мирницкого района». Мы даже сами не ожидали, что у нас так активно население будет принимать участие в проектах при условиях софинансирования не менее 5% за счет собственных средств. И целый ряд очень довольно неплохих проектов было реализовано в прошлом году почти во всех населенных пунктах Мирницкого района. Вот какие-то самые яркие проекты, на ваш взгляд? Ну самый яркий проект это когда жители одного из подъездов 9-этажного дома, возмущенные тем, что у них недолго не делается капитальный ремонт, собрали по 1000 рублей, а остальные деньги получили грант из районного бюджета и сделали довольно очень приличный подъезд своего дома с 1 по 9 этаж. Купили новые, значит даже для почтовые ящики, сделали, отремонтировали входную группу, то есть вход. И действительно вот подъезд засиял, все увидели, что жители сами могут таким образом, не дожидаясь помощи, когда придет фонд капремонта или другие службы, отремонтировать себе подъезд. Ну кроме того, например, в Алмазном была установлена детская площадка, в Удачном, там, значит, потом еще у нас было установлено в городе Мирном, в парке, значит, ну, как бы дерево любви или там сердце любви. Ну очень много разных было сделано проектов. А второй проект, который мне хотелось бы сегодня отметить, это мы запустили проект социальной карты Мирницкого района. Более 2000 карт было роздано малоимущим, нуждающимся в этом карточек, значит, жителям Мирницкого района. И мы обратились к предпринимателям с просьбой сделать скидки по этим картам для этой категории людей. И предприниматели за свой счет сделали скидку не менее 5%, в некоторых предприятиях до 40% сделали скидки именно обладателям этих карт. И проект очень хорошо был реализован. Почти во всех населенных пунктах более 50 частных предпринимателей ПОО откликнулись на этот призыв администрации Мирницкого района. Повторяю еще раз, и более 2000 жителей Мирницкого района воспользовались вот этой, пусть незначительной, но все равно помощью скидкой продовольственных. Там не только продовольственные, но и аптеки есть, частные и муниципальные, есть и вещевые магазины, и даже юридические услуги, которые оказываются именно со скидкой для этой категории граждан. Ну вот 40% вы упомянули у некоторых, бывают скидки, но это все серьезно, мне кажется, помочь, потому что обычно на распродажах такое бывает, а тут на постоянной основе. Ну, рассказали об итогах года, таких о ярких событиях Мирницкого района 2017-го. И думаю, может быть, как-то поделитесь планами на 2018-й, следующий грядущий год. Ну, если говорить о следующем грядущем 2018-м году, то у нас самое главное, мы должны ввести новый 71-квартирный дом для бюджетников, то есть дом учителей. Вы знаете, в городе Мирном два года назад был реализован проект, впервые в Дальневосточном федеральном округе, в связи с острой проблемой медицинских кадров, за счет республиканского бюджета и софинансирования за счет акционерной компании «Алроса». Администрации Мирненского района, которая безвозмездно предоставила земельный участок, был построен 71-квартирный дом, так называемый дом медиков. Благодаря этому за последние три года в Мирненский район приехало почти 100 врачей. И был сделан действительно большой прорыв по приезду узких специалистов для Мирненской центральной районной больницы. Сейчас мы строим такого же типа дом, дом учителей, 71-квартирный дом, для того, чтобы переселить из наших общежитий двухэтажных учителей, которые работают в муниципальной системе образования. Есть проект у нас также по поддержке индивидуального жилищного строительства в следующем году. В настоящее время в городе Мирном и в ближайших населенных пунктах активно развивается индивидуальное жилищное строительство. И принята программа, что со следующего года администрация района за счет районного бюджета будет безвозмездно выдавать субсидии грантам тем, кто начнет или будет вводить индивидуальное жилищное строительство. По 250 тысяч рублей и по 50 тысяч на каждого ребенка, если он есть в семье. Таким образом, мы надеемся значительно компенсировать стоимость строительства жилья в наших сельских населенных пунктах. Это в селе Сюль-Дюкарта, Сюрях, Орлах и в поселке Алмазный. Начало строительства школы, как я отметил, в поселке Алмазный. И запланировано у нас совместно с акционерной компанией «Алроса». Я очень надеюсь, что в следующем году мы объявим конкурс на строительство дворца детства в городе Мирном. Проектная стоимость 460 миллионов рублей. И надеемся, что действительно дети Алмазников получат хороший подарок от акционерной компании «Алроса». Настоящий дворец детства. Решат Нургалевич, у нас буквально две минутки остается. И вот, коль мы скоро заговорили про дом учителей, упомянули вы и дом для врачей, про программу переселения хотелось бы услышать, как в районе ее удалось реализовать. В районе досрочно была выполнена федеральная республиканская программа переселения. Она у нас по двум муниципальным образованиям шла. По поселку Чернышевский и по Садынскому, Венкийскому национальному наследу. Кроме того, у нас совместно с акционерной компанией «Алроса» ведется программа. За счет средств компании «Алроса» то жилье, которое было признано ветхим аварийным до 1 января 2012 года, по Мирненскому району еще финансируется. Это в городе Мирном, то есть в зоне деятельности компании, в городе Удачном и поселке Ахал за счет компании. Программа пока не выполнена. На следующий год у нас большие планы. Создана своя программа муниципальная, которая будет утверждена в марте. И вот сегодня я тоже встречался с министром строительства Кузакова Верой Алексеевной, где мы надеемся, что получим софинансирование из республиканского и федерального бюджета. И вот еще такой вопрос, наверное, последний, буквально пару слов. Летом, если не ошибаюсь, этого года была какая-то проблема с долгостроем любого строительства в Мирном. Может быть, не в Мирном. То есть решилась ли эта проблема? Есть там у нас долгострой, это дом, который идет по системе вкладчиков. Значит, строительство этого дома, ввод этого дома перенесено на лето следующего года. Есть там проблемы по тех присоединению. Но, в принципе, фирма «Строймонтаж-2002», которая строит этот дом, выкупила землю, отработала со всеми вкладчиками. И мы надеемся, что все-таки летом этот дом, почти 200-квартирный, будет введен в городе Мирном. 200-квартирный? Да, ну там 197. Но это, опять же, отметить, что это не по переселению, это отдельный коммерческий проект. Ну и вот действительно сейчас точно последний подсказывает, не одна минутка у нас остается. По дальневосточному гектару в этом году он в полную силу заработал. Буквально пару слов, популярен ли он в Мирненском районе? Как ни странно, популярен. Много земельных участков мы оформили. Правда, еще не все их начали осваивать. Но идет выделение дальневосточного гектара. И для жителей республики Саха-Якутия, и для жителей, в том числе, и Мирненского района. А в цифрах как-то можете сказать? Ну, около 100 примерно земельных участков. Хорошо, спасибо большое, что пришли сегодня к нам, ответили на наши вопросы. Я напомню, что в гостях у нас был глава Мирненского района, Решат Юзмухаметов. Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами и до встречи на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин